В Рашкове вспоминали героя Советского Союза Фёдора Жарчинского. На днях 79-я годовщина его подвига. 21 апреля 1945-го разведчик освободил больше 4,5 тысяч узников концлагеря в Германии. Сам погиб. О жизни, работе, службе и подвиге сегодня рассказывали школьникам. Рашков – музей героя Советского Союза Фёдора Жарчинского. Для школьников – экскурсия. В залах музея – диплом пединститута, фотография пионеров, старинный патефон. Всё напоминает о герое. Семья, в которой он родился, была большая. Она состояла из девяти человек. Родители – Иван Максимович. Его основное занятие было рыболовство. И также он играл в сельском духовном оркестре на инструменте скрипка. Мать Феодосия Семёновна занималась воспитанием детей и вела всё хозяйство. Чтобы выжить те тяжёлые годы, мать отдаёт своих двух сыновей – Федю и Петю – пасти скот одноцельчан. До 12 лет он пастух. Не за кусочек хлеба, а за кусочек мамалыги. Фёдор Жарчинский закончил школу. Поступил в педагогический технику. Вскоре вернулся преподавать в родную школу. Позже назначили директором. Сначала была открыта церковно-прихозская школа. В 1927 году реорганизована в семилетнюю. Но усилиями нашего героя, нашего бывшего директора школы Фёдора Ивановича Жарчинского в 1936 году он и ещё другие учителя ходатайствовали о том, чтобы открыть среднюю школу. Среднюю школу открыли в 1936. Кстати, именно 19 апреля отмечают её день рождения. Сегодня уже 88-я годовщина. Вот фотографии учителей. В центре Жарчинский. В 1941-м Фёдор Жарчинский ушёл добровольцем на фронт. Воевал под Кировоградом, Житомиром, Киевом. Потом окончил танковое училище. Был командиром Т-34. Участвовал в Кировоградской, Корсунь, Шевченковской и Уманско-Баташанской операциях. Весной 1945-го – Берлинская, Наступательная. 21 апреля разведчики возвращались в задание под Тренбрицыном. Нашли концлагерь. В ходе решительных боевых действий было освобождено 4,5 тысячи людей разных национальностей. Это были французы, поляки, датчане, норвежцы. Фёдор Жарчинский уничтожил несколько надзирателей в лагере. Его ранили. Погиб. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. С тех пор 21 апреля – День памяти героя Жарчинского. В Рашкове в канун годовщины подвига в музее всегда много школьников. Мы приходим сюда каждый год с учителем и с классом. Мне было очень интересно узнать, кто был первым директором Рашковской средней школы. В канун Дня памяти Фёдора Жарчинского в Рашкове был концерт. Вспоминали героя и у старой школы. Рядом Жарчинский. Бюст в бронде.